Азат Шахаев В переднем висе и воркаут мире тем, что у него самый идеальный передний вис вообще. То, как начал он вносить передний вис, не вносил до этого никто. То есть вот эти натянутые носочки на себя. Также у него очень красиво изгибается в переднем висе поясница. И вот именно вот этот характер держания переднего виса является одним из самых сложных. Интересно то, что при удержании переднего виса он делает невозмутимое лицо. И это очень круто смотрится. Одно из его сильнейших достижений это установление рекорда 33 секунды переднего виса в Днепропетровске. На четвертом месте. На четвертом месте я бы поставил такого атлета, как Жасулан. Он не очень знаменитый атлет, но то, что он делает, это практически невероятно. Я вообще у него впервые увидел из мира воркаута, как кто-то делает вис вот таким хватом. А также меня очень удивило подтягивание в переднюю висе в широкой постановке рук. Это было очень сильно и это очень круто. В дальнейшем, наверное, это будет одним из эталонов держания передней висы. Это подтягивание в широком висе. Рекордов его не знаю, но тоже он держит за 30 секунд. Очень сильный парень, ему респект. Пусть он, главное, дальше продолжает. На третьем месте у нас Рома Мехков. Да, к сожалению, он на третьем месте, ну потому что этот парень не тренируется, хотя у него очень большая предрасположенность к удержанию переднего виса. Это, можно сказать, талант у человека, но он его перестал развивать. Но всё же, давайте не будем о грустном. Смотрим то, что он делает. Он первым в мире вообще сделал идеальный передний вис на одной руке. Действительно, передний вис, а не закорючку, которую в основном делают атлеты. И, конечно же, Рома у нас это уникум. Он подтягивается нереально мощно в передней висе. И это очень круто выглядит. Хождение в переднюю висе его было, это просто божественно. До сих пор не видел, что кто-то так повторил. Конечно же, может быть, и есть такие люди, но в армии тоже сто раз подтягиваются. Ну так, ну и чем он знаменит ещё? Он первым, кто вообще продержал передний вис 40 секунд. И этот рекорд держался, вроде полдора года этот рекорд держался. И вот только недавно он был побит одним парнем, но об этом немного попозже. Ну что ж, поехали дальше. На втором месте я бы поставил Андрея Кобелева. Андрей Кобелев, тут даже представлять его не надо, а в нём все знают. Это очень сильный парень, Гарри Поттер в мире воркаута, как говорят многие. Прознаменитый с тем, что он вообще подтягивался с велосипедом, а также были подтягивания у него со скутером. Это было очень круто, очень классно выглядело. И его передний вис дома в носках, натянутых поверх и штанов, это вообще было эпично. Ну чем знаменит? Знаменит он тем, что он умеет в переднем висе всё. Он был вторым человеком, кто делал идеальный передний вис на одной руке. Это просто шикарно то, что он делал. Чем он ещё знаменит? Ну то, что он дофига подтягивается в переднем висе. Есть у него небольшой минус, то что у него передний вис не такой красивый, как у Залимхана. У него вот этого красивого изгиба вперёд поясницы нету. Но всё-таки он вообще сильнейший в переднем висе. Он недавно травмировался, поэтому, к сожалению, он не сможет пока прогрессировать. Пожелаем удачи Андрею, чтобы он наконец-то быстренько восстановился и продолжал фигать в переднем висе, как бог. На первом месте... Ох, кто же на первом месте? Ну, на первом месте я поставлю Лёха Стил. Ну, потому что этот парень просто ворвался в воркаут мир. Все считали, что рекорды все поставлены российскими атлетами. И тут он ставит идеальную 41 секунду виса. 41 секунда виса. Я посмотрел на фейсбуке, и его видео он прогрессировал просто за очень короткое время. То есть он с 30 до 41 секунды запрогрессировал примерно за полгода или от 3 до 6 месяцев он запрогрессировал. Это очень круто. Чем он ещё крут? Он подтягивается 19 раз в переднем висе. Да, не полные подтягивания, конечно. Просто нереал всё-таки. Ещё вот эти остановки в переднем висе, это очень круто. Также, чем он знаменит? Ну, мне очень нравится, как он держит вообще передний вис. То есть он практически... Да, он такой же идеальный, как у Залимхана, только вот в локтях он кажется, что не совсем до конца разгибается. Но скорее это манера Залимхана держать так. То есть он может себе позволить это сделать, а стил нет. Так что тут принципиальной разницы нет. Чем он же ещё знаменит? Ну, вот я поставил его на первом месте всё-таки за то, что он продержал 41 секунду. И запрогрессировал за очень короткое время. И ещё он очень круто сделал передний вис с 4 килограммами на ногах. 4 килограмма. Кажется, что это 4 килограмма. Да, это мой портфель так с университета весит. На самом деле, мне тут очень тяжело держать его идеально. Хотелось бы, конечно же, топ-5 закрыть, но я всё-таки хотел бы таких парней сказать, как Цукер Михаил. Тоже как по скриптам. Цукер Михаил просто нереально в передней висе. Его подтягивания просто шикарны в передней висе. Также хотелось бы сказать о, конечно же, Николае Коновалове. Или Коле Колобок его, как все знают. Этот парень просто охеренно подтягивается в передней висе. Делает нереальные штуки в передней висе. Но он всё-таки мало его держит по продолжительности. И у него он, ну, некрасивый у него передний вис. То есть у него вот этот постоянный прогиб в пояснице как будто бы есть. И ноги подподогнуты. Это не есть айс. Также хотелось бы сказать про Нико Анисимову. Ну, Нико Анисимов, он просто универсален. И в передней висе, и в горизонте. Нико Анисимов тоже держит около 30 секунд. И подтягивается он шикарно в передней висе очень много. При мне он подтягивался очень много раз. Но у него минус в том, что он всё это делает немного нечисто. То есть у него есть недостатки свои. Но это компенсирует с тем, что он ещё шикарен в горизонте. Ну, на этом всё. Топ-5 подошёл к концу. Кстати, пожалуйста, агрошкольники, которые будут обсуждать это видео, не принимайте к сердцу. О том, как я расставил атлетов. Если ты попал в топ-5, или вообще просто был оговорён в этом блоге, то ты, значит, этот человек уже лучший в передней висе. То есть он не является там на третьем месте, на четвёртом, азат сказался, что ты на пятом месте. Нет, это не так. Если они в этом топе, они уже лучшие. Но просто я пронумеровал так, как захотел. Ну, всем удачи в изучении передней висы. Всем пока!